В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Недолго бегал насильник, надругавшийся над 17-летней школьницей, задержан. Земля ушла из-под колес. На проспекте Ленина две легковушки оказались в кипятке. Под строгим контролем в Самаре продолжается строительство домов для обманутых дольщиков. Инновационные технологии в десятках отраслей. В Самару прибыла делегация из германской Саксонии. В поиске новых концепций. Учителя географии совместно с Русским географическим обществом сформируют новый подход к образованию. Поймали в рекордные сроки случай, который шокировал всю Самару. Девять дней назад средь бела дня изнасиловали 17-летнюю девушку. Сегодня злоумышленник был задержан. Официальная информация поступила из следственного управления. Подозреваемого 34-х лет уже допросили. В ближайшее время меру пресечения определит суд. Марианна Мирная расскажет подробнее. Задержан подозреваемый в изнасиловании 17-летней девушки. Им оказался 34-летний житель Самары. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Пострадавшая описала полицейским, как выглядел насильник. Фоторобот был разослан всем оперативным службам. И в том числе поэтому подозреваемого задержали так быстро. Его уже допросили. Подробностей пока не разглашают. Известно только, что уже завтра Следственный комитет планирует выходить в суд с ходатайством о его аресте. Проведено несколько экспертиз, в принципе, под заключением которых мы уже получили достаточные данные, чтобы задержать и установить лицо, причастное к совершению преступления. Установлено уже, что он был ранее судим. Он был судим в 90-х годах. Судимость у него погашена, поэтому юридически он считается несудимым. Преступление было совершено 9 октября. Здесь, на территории заброшенного онкоцентра, преступник ударил девушку тупым предметом и изнасиловал. Это место давно вызывает опасения у жителей. Заброшенное здание давно приобрело дурную славу. Здесь нет освещения и охраны, хотя рядом расположены три детских сада и школа. У нас милиционер ходил по нашим квартирам. Что вы слышали, вы видели. В 4 часа дня, что ли, днем. Это вообще кошмар какой-то. Ну вот там кусты действительно, там страшно, ни света, ничего. Я слышала, это было в дневное время. Но если такие вещи, конечно, могут происходить через белого дня, можно сказать, да. Никто не застрахован. Конечно, страшно за ребенка переживают. Поймали, это замечательно. Это точно он, да? Ну хорошо, мы рады. Активным жителям удалось добиться, чтобы здесь построили поликлинику. Но пока работы не начались. Я считаю, что да, поликлиника нам нужна, потому что у нас в нашем районе очень неудобная поликлиника. Разбросаны все эти самые врачи, бог знает где. И очень неудобно. А когда детская поликлиника будет в куче, она будет намного лучше. Для жителей, для... Я считаю, что это правильно. Телеканал «Самара ГИС» будет внимательно следить за ходом дела и сообщать нашим телезрителям. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре локализован пожар. На складе РКЦ «Прогресс» пострадавших нет. Оборудование для ракет тоже не повреждено. Сейчас предприятие работает в обычном режиме сообщения. Возгорание на пульт диспетчера поступило около двух часов дня. Пожар произошел в пристройке к отдельно стоящему зданию, где хранилась продукция производства шприцов. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. На месте работали 60 спасателей и 17 единиц спецтехники. Ликвидация пожара продолжалась до вечера. Причины ЧП выясняются. Еще одно ЧП случилось в Самаре. В Ямузский пятком ушли два легковых автомобиля. Это случилось ранним утром на проспекте Ленина рядом с 16 домом. Провал образовался из-за повреждения теплотрассы. Кто будет компенсировать автовладельцам ущерб, на месте выяснила Марина Матвейшина. Когда утро начинается не с кофе, проснувшись, автолюбитель Михаил Шашов выглянул в окно и увидел, как из-под его машины валит пар. В испуге выбежал на улицу. Увиденное поразило. Буквально на глазах два автомобиля, его и соседний, проваливались в кипяток под асфальт. Двенадцатая модель, она пониже села, а моя как бы сверху на нее. Я еще залез в машину, хотел отъехать, но переднее колесо уже зацепилось за асфальт, и я не смог. Я сразу выскочил из машины, потому что здесь очень быстро все это происходило. Я думал, с машины можно уйти. Владелец второго авто подошел позже. Мужчина, как обычно, собирался поехать на работу. Но на парковке его ждал такой неприятный сюрприз. Шок. Хотел посмотреть, что за машина там оказалась моя. Аварийная бригада предприятий тепловых сетей сразу же прибыла на место. Автомобили извлекли из ямы и начали работы. Пять домов отключили от отопления. Причиной всему стал порыв на трубопроводе 159 мм постройке 90-го года. Срок непредельный. Срок подлежит еще нормальной эксплуатации. Но случаются временные технические отказы. Пока рабочие устраняют повреждения теплотрассы, автовладельцы подсчитывают убытки. Внутрь вода зашла. Здесь полностью вода. Вот она, даже белесые приборные щитки запотели. Значит, весь пар парило. Это уже горячая вода. Здесь все затоплено. Второй автомобиль пострадал еще больше. Возможно, что поврежден двигатель. Точнее, это определят независимые эксперты. В ПТС обещают возместить убытки. В любом случае, у нас застрахованная ответственность перед третьими лицами. Значит, соответственно, мы компенсируем всю затрату. Отопление в домах подключили по резервной схеме во второй половине дня. Полностью завершить работу по замене трубы аварийная бригада обещает к ночи. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. Замерзаешь, звони. В Самаре продолжает работать горячая линия по вопросам отопления. С 10 октября уже поступило около 1000 заявок. По данным районных администраций, отработано около 600. Работа по обращениям продолжается. В основном, это регулировка отдельных стояков отопления в квартирах. Все жалобы, поступившие на горячую линию, находятся под контролем. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии вице-мэр Владимир Василенко еще раз обратил внимание подчиненных на то, чтобы районные власти делали отчет каждый день. И по принятым мерам, и по количеству отработанных адресов. Я бы попросил в данной ситуации, это вот те адреса, которые пришли на горячую линию в департамент, которые пришли на прием, который вел федеральный инспектор ЧИБАН. Сегодня обновленную информацию, Юрий Иванович, она должна быть по этой прямой линии. Понятно, да? Нелегкая доля близится к завершению строительства еще одного дома, квартиры, в котором получат обманутые дольщики сразу нескольких проблемных объектов. Качество строительства на самом высоком уровне. Еженедельно на площадку с проверкой приезжают специалисты областного управления капитального строительства. В целом же за год квартиры получили около шести сотен обманутых дольщиков. Что им предлагают, увидела Марина Кравцова. Завершат строительство этого 23-этажного дома в следующем году. По графику срок ввода в эксплуатацию третий квартал 2017-го. Но строители работают с опережением. И возможно уже в мае заветные ключи от квартир получат обманутые дольщики. Ввод этого объекта в эксплуатацию позволит обеспечить жильем больше двухсот семей. Это уже третий дом на улице Печорской, где новоселье будут отмечать обманутые дольщики. В первых двух уже живут люди. Этим летом квартиры во второй секции комплекса получили больше 250 самарцев. Общая площадь застройки около 52 тысяч квадратных метров. Собственниками которых станут более 900 семей, вложивших свои деньги в шесть проблемных недостроев. Возводят эти дома по современным проектам. К моменту сдачи благоустроят и дворы. На этот год будет закрыт дом, периметр, окна, остекление. Внутренние работы сейчас ведутся. Областройство, естественно, будет делаться весной, после того, как будут закончены наружные сети. Квартиры просторные, с удобной планировкой. Качество сомнений не вызывает. Эти проекты финансируются за счет средств областного бюджета. Проекты проходят процедуру экспертизы государственной. Также наблюдаются государственные инспекции строительного надзора. Число дольщиков, ставших жертвами мошенников, в регионе постепенно снижается. Если в прошлом году такими числились более 3,5 тысяч, то сегодня менее 3 тысяч. За три года в Самарской области достроили и ввели в эксплуатацию 22 проблемных дома. Еще 7 планируют сдать в этом году. У нас было 50 таких проблемных объектов, в которых был включен перечень. По 38 уже нашли инвестора. Из 12 оставшихся объектов 3 объекта уже мы нашли инвестора, которые уже будут заходить и застраивать. По остальному ведется работа. По новому закону у Министерства строительства появилось больше возможности контролировать застройщиков, чтобы избежать появления новых недостроев. Теперь Минстрой может проверять и бухгалтерию строительных компаний, выяснять, на что идут деньги дольщиков. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Самарский университет и горный университет города Фрайберга подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему студенты смогут стажироваться за границей, будут активно налаживаться обмен кадрами. Соглашение подписано в рамках посещения Самары делегаций из Саксонии, в составе которой министр экономики федеральной земли Мартин Дулика, более 40 предпринимателей. Визит рассчитан на три дня. За это время гости познакомятся и пездят в несколько крупных промышленных предприятий области. Бизнесмены уже проводят деловые переговоры с потенциальными партнерами. Из Самары уже наметились несколько направлений сотрудничества. Среди них энергосбережение и микроэлектроника. На территории Саксонии находится входящий в пятерку в мире центр по микроэлектронике. И это как раз то направление, которое для нас сегодня крайне необходимо. В части развития электронной компонентной базы для автомобильной промышленности, для аэрокосмической промышленности мы видим здесь очень хорошее направление для сотрудничества. В эти сложные политические времена Руководителем управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Самарской области назначили Василия Глотова. Его уже представили личному составу. За 35 лет службы Василий Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника полиции. Более 20 лет проработал на руководящих должностях в отряде милиции особого назначения главного управления по Москве. Неоднократно выполнял задачи в зоне проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе, обеспечивал общественный порядок во время проведения Всемирной летней универсиады и Олимпийских зимних игр в Сочи. Напомним, что в состав созданной в России 5 апреля 2016 года Федеральной службы войск Национальной гвардии России вошли подразделения полиции лицензионно-разрешительные работы вне ведомственной охраны СОБР и ОМОН. Космический тур разработали в Самаре. Это рабочее название туристического маршрута для российских и иностранных гостей города. Тур включает в себя проживание в санатории, посещение интерактивной выставки и музея «Самара космическая». Что покажут гостям областной столицы, одной из первых увидела Валерия Макарова. Самара может стать узнаваемым туристическим брендом. Для гостей города уже готов и специальный космический тур. Его концепцию сегодня презентовали для туроператоров и журналистов. Программа рассчитана на выходные, включает проживание в загородном санатории, экскурсию по интерактивной выставке и посещение музея «Самара космическая». Этот тур – первая реализованная идея проекта «Космоград.рф». Сайта, куда стекаются идеи по развитию города и всему, что связано с космонавтикой. Это, по сути, уже завершающий этап. Мы анонсируем конкурс на лучшие креативные идеи, которые будут размещены на сайте «Космоград.рф». Предполагаем, что наши партнеры предоставят призы для всех тех, кто разместит свои идеи на этом сайте. Для участников космического тура музей под ракетой подготовил новые экспозиции. Своей исторической откровенностью цепляет выставка «Дневник Филиппа Разумцева. 465 дней в городе Куйбышеве». Она о жизни простых рабочих оборонных предприятий, в 41-м эвакуированных в Куйбышев. Сложный переезд, постоянный голод, тяжелая работа и тревожные новости с фронта – эти военные картины сохранил на своих страницах «Дневник Филиппа Разумцева». Удивил всем. Во-первых, своей открытостью. «Когда читаешь этот безупречный патриотизм, отношения людей и то, наверное, терпение нации, которое было проявлено с целью достижения главного победы». Страницы дневника на выставке сопровождают подлинные экспонаты военных лет. В соседних залах история освоения космоса в матрешках, настоящие скафандры и звездные корабли. Это, наверное, самый футуристический зал музея «Самара космическая». Все экспонаты здесь о том, как кинематографисты прошлого представляли себе звездные полеты, космические станции и скафандры еще до полета Юрия Гагарина. Почти все здесь можно потрогать, рассмотреть и вчитаться. Это, конечно, заинтересовывает. И в какой-то момент чувствуешь себя так, как будто сам оказался внутри экспоната. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Да сколько россияне зависят от гаджетов и как себя сегодня чувствует треугольник рубль-евро-доллар. Все последние экономические новости у нашего обозревателя Ларисы Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть начали расти после снижения накануне. Сегодня за один баррель марки Brent дают 52 доллара. Американская валюта дешевеет. На 19 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 89 копеек. Евро 69 рублей 26 копеек. Золото стоит 2543 рубля. Серебро 35 рублей 33 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 64 рубля 76 копеек. Дороже всего продать за 61 рубль 64 копейки. Зависимость россиян от гаджетов не дотянула до общемирового уровня. В результате исследований международной компании слишком зависимыми от мобильных устройств себя назвали чуть больше 40% граждан. При этом в мире эта цифра достигла 60%. На российских прилавках скоро может появиться совершенно новый продукт – сыровяленая колбаса из рыбы. На запуск инновационной разработки уйдет не меньше года, говорят в Рыбном Союзе. Запуск Lada Xcode может обойтись автовазу в 20 миллиардов рублей. Все будет зависеть от начинки новой модели. Планируется, что Xcode пойдет в серийное производство через 5 лет. На этом все. Удачи в делах. Вместе с Русским географическим обществом сформируют новый подход к образованию. Затем делегация от 63 региона отправится своими идеями и предложениями на Всероссийский съезд. Он будет проходить в Москве со 2 по 3 ноября. Мы надеемся, что это привлечет внимание как учительской общественности, научных кругов, безусловно, и молодежи, которые, как я вам уже сказал, даже школьники и студенты показали знания хуже, чем в среднем по стране. Поэтому тема очень актуальная. Урок от профессионалов. В Самаре началась неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии». Занятия со школьниками проводят представители самых разных сфер. Телеведущие, историки, спортсмены – все известные люди города. На уроки физкультуры от титулованных самарских спортсменов побывала Лариса Шалафаст. Давайте раз, два, три, сделаем. Держимся. Азы фехтования от чемпионки мира среди юниоров Даниэла Храпиной. У четвероклассников 12-й самарской школы необычный урок. Дети могут почувствовать, каково это быть профессиональным спортсменом и тратить часы тренировок, чтобы показывать на соревнованиях высокий результат. В роли тренера выступает впервые, признается Даниэла. «Конечно, я готовилась. Я сегодня даже утром переживала очень. И я надеюсь, что им понравится. И мне очень хочется, чтобы им понравилось, чтобы они заразились моим желанием и тоже пошли по моим спортивным стопам». Акция «Семь шагов к профессии» проходит в Самарской области уже в шестой раз. В прошлом году в ней приняли участие больше 90 тысяч школьников из 670 школ. Краеведы, журналисты, библиографы, телеведущие, профессионалы своего дела рассказывают детям обо всех особенностях своей профессии. «Главная задача подобных акций – это вызвать такой резонанс среди родителей, школьников, общественности, вообще к теме выбора профессии. Ведь осознанный выбор профессии – это такой залог успеха человека в будущем». Такие уроки профмастерства пройдут практически во всех школах области. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. Миротворческое соединение Центрального военного округа, дислоцируемое в Самарской области, привели высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки. Солдаты, сержанты и офицеры отработают противодействие провокациям, направленным на дестабилизацию обстановки. Миротворцы возьмут под охрану и оборону наиболее важные административные промышленные объекты условного населенного пункта – школу, детские сады, больницы и железнодорожную станцию. Обеспечит безопасное движение колонн с гуманитарным грузом и его раздачу населению. Также военнослужащие проведут занятия по порядку патрулирования и пропуска гражданского населения через позиции миротворческих сил. В Самаре задержали банду похитителей автомобилей. Всего к разбою, по версии следователей, причастны пять человек в возрасте от 21 до 26 лет. Они подозреваются как минимум в четырех преступлениях. В трех случаях предполагаемые злоумышленники похитили у потерпевших автомобили, угрожая предметом, похожим на пистолет. Сейчас все мужчины находятся под стражей. Похищенные автомобили изъяты. В ближайшее время их вернут законным владельцам. Замкнутый круг. Дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова во второй раз вернули на доследование. Красноярский районный суд признал материалы, предоставленные обвинением, недостаточными. Вдова банкира Екатерина в августе 2015 года уже выслушала приговор в семь лет колонии за отравление супруга. Однако этот вердикт не устроил обе стороны. Апелляционная инстанция отправила делом дополнительное расследование, а Екатерину Пузикову под домашний арест. Когда же материалы вернулись в суд, их нашли недостаточными и вновь отправили на доработку. В Самарской области сразу на 80% снизит популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру, чтобы не допустить проникновения на территорию губернии африканской чумы свиней. Случаи заражения зафиксированы в непосредственной близости к границам региона, в Татарстане и Саратовской области. В угрожающую зону входит 12 районов. Напомним, на прошлой неделе дикого кабана видели в Самаре на Новосадовой. В Самарской области сохранится холодная и дождливая погода. Вторая декада октября ожидается на полтора градуса ниже средних многолетних значений. В среду, 19 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится от 2 до минус 3, днем поднимется от 3 до 8. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Надежда Пряхина на волейбольной площадке также мастерски расправляется с мячом, как и с уроками в школе. Ведь в 22-й классическое образование и физкультура дисциплина равноценные. За 4 года Надежда из школьной команды выросла до уровня команды мастеров, и теперь ее цель – молодежная сборная России по волейболу. Но когда требуется спортивная поддержка родной школе в районных соревнованиях, Пряхина выходит с удовольствием на площадку со своей коронной подачей. Волейбол люблю, поэтому стараюсь везде участвовать. Сейчас у нас пенал будет, будем играть за первое место, я надеюсь, что мы выиграем. Первенство советского района по волейболу среди старшеклассников закончилось победой бессменного лидера последних 15 лет. В 22-й школе уроки физкультуры превращены в волейбольные баталии. Перекидывать мяч через сетку подростков учат, начиная с 5-го класса. Сначала проходят матчи среди одноклассников, потом соревнования районные, городские и, наконец, областное первенство. Я сам в прошлом волейболист, играл за профессионалов старше 65 лет, за сборную области. У меня в школе 4 группы. Ребята старшие, девочки старшие. Есть средняя группа, есть еще младшая группа. Так что у нас из поколения в поколение уходит одна, подрастают другие. В первенстве советского района по волейболу среди старшеклассников было сформировано 2 дивизиона – 14 команд девушек и 17 юношей. Проводим соревнования внутри района, чтобы потом собрать, выявить лучших спортсменов по волейболу среди школ. И потом сделать спорную команду, уже отправить ее на городские соревнования. Награды в финале разыграли 114-я и 22-я школа, а также лицей созвездия. Именно лидеры этих команд сразятся за медали городского первенства по волейболу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»